Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Сергей Брагин, победитель Всероссийского конкурса социального предпринимательства. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анна. Расскажите в первую очередь, кто же такой социальный предприниматель? Отличается он от другого предпринимателя, работающего на себя? Да, к сожалению, в России нет четкого понимания, кто такой социальный предприниматель. Социальный предприниматель – это человек, который обеспечивает себя сам, то есть зарабатывает деньги, но в то же время решает какую-то социальную проблему. Мой проект решает проблему раннего физического развития детей. То есть в нашем клубе могут заниматься детки от трех лет и старше, а также получают радость движения дети те, кто остались, к сожалению, без попечительства родителей. То есть дети детских домов и воспитанники школ и интернатов. Скажите, речь идет о батутном клубе, да, но помимо батутов, наверное, еще что-то там есть. Вот, может быть, расскажете, чем детки занимаются и почему социальной направленности это место? То есть не всем нужно платить деньги или как? С кем-то вы работаете, может, с особенным? Да, как вы правильно подметили, в нашем клубе не только батуты, можно там не только попрыгать. Также клуб имеет много других спортивных направлений, таких как капоэр, это афро-бразильское танцевальное единоборство, детская хореография от трех лет, художественная гимнастика, брейк-данс для детишек постарше, различные восточные единоборства, акробатика, как для детей, для взрослых. Ну, также мы проводим различные детские праздники, дни рождения, выпускные. Ну, и также проводим различного характера мастер-классы для детей, которые остались без попечительства родителей, дети-сироты, дети-воспитанники школ и интернатов. Такие мероприятия мы уже проводили. Для них занятия проводятся бесплатно. Ну, то есть вот часть этой социальной направленности как раз, да? В том числе стоит упомянуть, что стоимость наших занятий, абонементов, на порядок ниже, чем в среднем по городу. А о чем вы говорили тогда на конкурсе, когда представляли свой проект, на какие моменты делали аспекты, и почему вы думаете, вот чем мог понравиться именно ваш проект в финале? Я понял. Я думаю, что это в первую очередь проект, который помогает путем раннего развития дать ребенку полноценное развитие. То есть я считаю и убежден, что дети, начиная даже с младшего возраста, должны физически развиваться. Это очень хорошая мотивация для дальнейшей их жизни. То есть они помимо физического развития очень хорошо развиваются, как социально, так и умственно. То есть с трех лет можно уже к вам отправиться? Да, конечно. И что может ребенок у вас в три года делать? Чем заняться? Вы знаете, мы по большей части осуществляем, удовлетворяем потребность, естественную потребность детей, это в движении. Там не очень много играет, там очень много места, там есть, в нашем клубе, наш клуб обеспечен всем необходимым для того, чтобы в безопасных и комфортных условиях дети могли просто побегать, поиграть, порезвиться. И вот вся концепция моего проекта в том, чтобы в игре дать какие-то детям упражнения, чтобы это было естественно, не прибегая к какому-то, ну, не называть это насилие, так, чтобы это было все естественно для детей. Но есть ли у вас какой-то вот грандиозный план? Ведь вы недавно начали, получается, да? И может быть вы хотите сделать здоровую нацию или как-то вот, о чем речь идет? Ну да, также с вами соглашусь. Моя цель в итоге – это популяризация здорового образа жизни, развитие физической культуры в Рязани, в Рязанской области, путем создания такого проекта. Планы действительно грандиозные, все больше и больше людей привлечь в мой клуб. Также постараться наполнить сетку занятий различными направлениями, развить те интересные спортивные направления, которые плохо представлены в нашем городе, чтобы они получили качественный скачок в развитии. Смотрите, а вот участвуя в конкурсе, наверняка вы думали о том, что он может вам дать. Вот в результате вы получили то, что ожидали? Да, я получил то, что я хотел в первую очередь. Это подтверждение и признание лиц, которые в этом деле уже работают и работали, что они увидели мой проект, поддержали его. Это огромный стимул дальше продолжать его развитием, заниматься развитием его. Ну и также это возможность финансовой поддержки в развитии моего клуба, моего проекта. То есть сейчас вы сможете еще больше развить его из этих средств, которые вам выделили? Да, да, да. Эти средства, полученные от фонда, мы направлены на развитие клуба, чтобы наши клиенты получили еще больше комфорта, еще больше направления, еще больше интерактивности. Что за фонд? Какой? Фонд социальных программ «Наше будущее» – это город Москва. Это вот как раз где проводился этот конкурс? Да, конкурс организован этим фондом. Проводился он со всей страны. Более 170 участников подали заявкой на участие в конкурсе. До финала дошли только 17 человек. Из них только 14 одержали победу. То есть не факт, что те, кто прошел финал, даже могли одержать эту победу. Скажите, вот сейчас с детьми из интерната вы уже работаете, а может быть из малообеспеченных семей когда-нибудь? Или вот какие планы у вас вообще? В планах это и есть. К тому же в проекте это предусмотрено. Для родителей, многодетных родителей, для малообеспеченных семей у нас предусмотрены льготные абонементы по очень хорошим ценам, доступным ценам для того, чтобы и их детишки могли заниматься в нашем клубе. Скажите, вот сейчас Новый год. Может быть вы что-то придумали тоже для своих ребят, которые туда ходят, для своих детей? Может быть какие-то конкурсы, соревнования? Сейчас по всему городу проходят различные мероприятия. Что придумали вы? Наш клуб готов для рязанцев предоставить новогодний квест, в ходе которого группа детишек будут искать Деда Мороза. При этом им нужно пройти, будет очень сложный ряд заданий на ловкость, на смелость, на смекалку. Будут присутствовать различные конкурсы, как на батуту, так и вне его, с обязательным вручением подарков, сюрпризов, а также праздничным столом. А батуты это вообще страшно? Надо что-то уметь особенное, чтобы не переломать себе ничего? Конечно, батуты вещи такие травмоопасные, но если подходить к этому с умом, если придерживаться техники безопасности, батуты больше дарят радости, нежели каких-то проблем или травм. И если, опять же, повторюсь, к этому подходить с умом. А что в физическом плане развития дают батуты? Если говорить конкретно про батуты, то помимо радости и положительного настроения при прыжках на батутах, развивается все тело одновременно. Это очень хорошая аэробная нагрузка. Небольшой факт приведу, что 10 минут прыжков на батуте равняется 30 минут интенсивного бега. То есть, ну, таким образом, да. И плюс на батутах не повреждается сустав, и это очень хорошо для тех, кто имеет проблемы, например, с опорно-двигательной системой. А растянуть себе мышцу потянуть там можно, если не разогреться, или как вообще? Вообще да. Любая физическая активность, тем более такая экстремальная, как прыжки на батутах, может подразумевать с собой. Поэтому для того, чтобы заняться прыжками на батутах, провести занятие, рекомендуется провести разминку. Со всеми своими учениками и посетителями мы обязательно проводим разминку, чтобы минимизировать получение травмы. А доктор у вас в центре есть? Пока нет, но я думаю, в результате развития клуба появится, наверное, что-то подобное. Может быть, ну, пока мы ограничиваемся только противопоказанием, то есть уточняем у посетителей, есть ли какие-либо противопоказания к данному виду спорта. Ну, все же я спросила, потому что детки, мало ли, что они там поцарапаются, где-нибудь потянут. Нет. Вообще, ну, в любом клубе спортивном, да, должна быть аптечка и какие-то минимальные знания при оказании помощи в получении травмы. Этими знаниями мы обладаем. Ну что, Сергей, можете поздравить еще рязанцев с наступающим Новым годом, если хотите, всех деток, которые у нас есть, пожелать им здоровья. Да, пользуясь моментом, хочу поздравить рязанцев, жителей нашего города, гостей с наступающим Новым годом. Хочу пожелать в следующем году удачи, здоровья, заниматься спортом, развиваться как физически, так и умственно и добиваться своих целей. Да, спасибо вам. Приходите к нам еще обязательно. Успехов вам в вашем проекте в развитии. Анна, спасибо. Будем рады видеть вас, ваших друзей и близких к себе в клубе. Спасибо. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. До свидания.